Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю вас с Днём Народного Единства. Впервые этот государственный праздник Россия отметила десятилетия назад, и его учреждения, сам смысл, знаменуют непобедимое единство нашего народа, его высокую ответственность за судьбу родной страны. Эти чувства, чувства уважения, гордости, любви к Отечеству – самая прочная основа российской государственности. Именно такое искреннее отношение к России объединяет многонациональный народ нашей страны, придаёт уверенность и силу, которыми способны наделить отчизну только по-настоящему преданные ей граждане. Это доказано всей нашей историей. Она буквально пронизана верностью народа своему Отечеству. Сегодняшний праздник тоже приурочен к событиям, уходящим в глубину веков, и обращает нас к великому гражданскому подвигу людей разных сословий и национальностей, положивших конец трагедиям смутного времени, расколу, предательству и унижению своей страны. Народ сам решил судьбу России, отстоял её независимость, очистил от распри, междоусобиц, самозванцев, восстановил законную власть, открыл дорогу к становлению могущественной и суверенной державы. Этот и множество других подвигов народа во имя спасения Родины были и остаются священным примером истинного патриотизма, примером того, как нужно понимать и защищать национальные интересы своей страны, которые являются такими же важными ценностями, как права человека, свобода и демократия. И в такие дни, как сегодня, мы особенно остро осознаём не только значимость нашего исторического пути, но и нашу духовную и культурную самобытность. Так выдающийся русский мыслитель Николай Александрович Бердяев считал, что Россия есть великий Восток-Запад, она есть целый огромный мир. По большому счёту, он говорил о миссии России быть сильной, самостоятельной, страной, которая отстаивает правду и справедливость, стремится привнести гармонию и дух партнёрства в отношения между государствами, между людьми разных традиций и разных культур. Понимание этой исторической роли в основе самосознания народа России. И во многом определяет идеалы, взгляды, убеждения граждан страны. Определяет наше настоящее и в ещё большей степени наше будущее. Мы всегда открыты для экономического и гуманитарного сотрудничества, для выработки общих решений в борьбе с современными угрозами. И сейчас хотел бы выразить признательность нашим соотечественникам, которые искренне, честно и открыто поддерживают устремления и действия России. Здесь присутствует много наших друзей из самых разных стран. Благодарю вас за вашу подвижническую деятельность по сохранению богатства русской культуры и русского языка, за ваш просветительский труд, который объединяет людей на разных континентах, в разных странах. И, разумеется, буду очень рад лично вручить вам высокие заслуженные государственные награды. Ещё раз поздравляю с праздником всех граждан России, всех, кто находится здесь, в этом зале, всех соотечественников, которые живут за рубежом. Ваши тёплые чувства к России всегда согревают наши сердца. Поздравляю вас с праздником! Указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие экономических связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом орденом дружбы награждены Салих Капусус, депутат, руководитель парламентской группы дружбы с Российской Федерации, Великого Национального Собрания Турции, 23. и 24. созыва. Уважаемый господин президент, дорогие участники, свидетельствую вам свое уважение. Прежде всего я хотел бы выразить удовлетворение в связи с тем, что я разделяю этот праздник, День народного единства с моими друзьями и нахожусь в России. Поздравляю вас с этим праздником! Поздравляю вас с тем, что я хотел бы выразить удовлетворение и пожелать терпения, как российскому государству, так и народу, особенности близким, граждан России погибших в авиакатастрофе, которая действительно до глубины души нас потрясла. Сегодня здесь, в Москове, в России, для меня благодаря государственным дружбам и государственным дружбам, для меня большую честью является вручение мне государственной награды, ордена дружбы по российским народам. Я хотел бы поблагодарить искренне от своего имени и от имени турецкого государства за это вручение вас. Благодарю, что это орден, свидетельство той любви, братства и дружбы, которые существуют между нашими народами и дружба эта насчитывает уже 600 лет. Отношения между нашими странами как в политической, экономической, торговой, культурной, так и в социальной сфере развиваются весьма динамично. И полагаю, что есть целесообразно развивать их и дальше в том же духе. Турция нуждается в дружбе с Россией, так же как и Россия нуждается в дружбе с Турцией и весь мир в то же время нуждается в их дружбе, этих двух стран. Мы представляем народ, который живет по принципам не делай ближнему того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. И кроме того, наш принцип это мир во всем мире. Sayin Путинин de ifade ettikleri gibi, bugün dünyamız daha fazla demokrasiye, insan haklarına, адалете, хукuka ve barışа ihtiyaç duymaktadır. И как только что заметил уважаемый господин президент, нашему миру нужно больше демократии, большего соблюдения прав человека, больше гражданских, так сказать, гражданским должно быть, правым должно быть государство. Унутмайалым ки барышсиз дюня, ярынсиз гелецек демектир. Хеппинези сайгıyla селамлиор, тешекюрлер эдиорум. И давайте не забудем, что мир без мира, это означает завтра, вернее, будущее без завтра. Большое вам спасибо. Еще раз свидетельствую свое почтение. Лю Вэньфэй, директор Пекинского центра словистики при столичном педагогическом университете Китайская Народная Республика. Большое спасибо господину президенту за эту высокую честь. На самом деле, мне кажется, что я не самый подходящий на руляд этой высокой награды, потому что в Китае много тысячных русистов, и многие из них работают лучше меня. И в то же время, мне кажется, что этот орден, орден дружбы, самая подходящая награда мне и моим коллегам. Потому что мы занимаемся русской литературой, мы занимаемся дженом дружбы. Литература, любая литература, великая литература, в том числе и русская литература, никогда не распространяет неуважение, враждебность и нервность, а только укрепняет уважение, любовь и дружбу. Я горжусь и тем, что я получаю эту награду именно в году литературы в России. У меня уже вышло в свет окна 100 книг о русской литературе. Они и не монографы, исполненные стадии, и не перевод составления. Я буду делать еще больше для великой русской литературы, для литературной дружбы между Китаем и Россией, для дружбы народов мира. Прогадаю вас еще раз. Альфредо Альфонсо Тореальба, ведущий межгосударственной радиокомпанией «Ла Радио Дель Сур», Боливарианская Республика Венесуэла. Альфонсо Тореальба, ведущий межгосударственной радиокомпанией Алиева Лайла Ильхам Гызы, вице-президент фонда Гейдара Алиева, глава представительства фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации. Азербайджанская Республика. Уважаемый господин президент, разрешите поздравить вас с праздником и поблагодарить за столь высокую оценку моей деятельности. Для меня большая честь получить государственную награду Российской Федерации – медаль Пушкина. Памятник гениальному русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину установлен в центре Баку, как символ глубокого уважения азербайджанского народа к великой русской культуре, литературе и искусству. Российско-азербайджанские отношения имеют глубокие исторические корни и успешно развиваются сегодня. Неотъемлемой частью наших двухсторонних отношений является сотрудничество в гуманитарной сфере. В Азербайджане в полном объеме сохранено обучение на русском языке. Функционирует более трехсот школ с обучением на русском языке. Также действует Славянский государственный университет, филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. Азербайджанский народ глубоко ценит культурное и гуманитарное сотрудничество с Россией. И я рада, что внесла свой скромный вклад в укрепление дружбы и добрососедства между нашими странами. Еще раз выражаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, глубокую благодарность за столь высокую награду и для меня особенно ценно получить эту медаль из ваших рук. Желаю вам и всему народу России счастья, благополучия и мира. Спасибо. Усама Ассеруи, профессор Хилуанского университета, Арабская республика Египет. Здравствуйте, уважаемый господин президент. Разрешите выразить искреннее соболезнование по поводу гибели русских граждан на севере Синайского полуострова в Египте. И разрешите поблагодарить вас за высокую награду. Медаль Пушкина, которая для меня является это большой честью и гордостью. В-третьих, разрешите поздравить вас с праздником русского единства и пожелать России под вашим руководством просветания и прогресс и мир. Спасибо вам большое. Жан-Клод Гакасо, министр иностранных дел и сотрудничества Республики Конго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ваше превосходительство, господин президент Российской Федерации, дорогие гости, высокие приглашенные, я хотел бы просто сказать огромное спасибо. Потому что Россия в 20 веке избавила весь мир от нацистского варварства. Россия поддерживает африканский континент. И участвует в развитии нашего континента. За это искренне спасибо, господин президент. В этой личной награде я вижу награду всему африканскому континенту. И здесь я хотел бы выразить нашу преданность Российской Федерации. Спасибо вам огромное. Каримова Ирина Хуловна, вице-президент Академии образования Таджикистана. Уважаемый Владимир Владимирович, для меня большая честь получить высокую правительственную награду из ваших рук. Медаль Александра Сергеевича Пушкина – это олицетворение дружбы и сотрудничества двух государств – Таджикистана и России. Президент Республики Таджикистана Имамали Рахмон пристальное внимание уделяет изучению русского языка в республике, о чем свидетельствует указ Президента и принятая государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского языка до 2020 года. В 11 вузах Республики Таджикистан открыты факультеты русского языка и литературы. Я, в свою очередь, приложу все усилия для того, чтобы русский язык звучал в самых отдаленных уголках нашей республики. Спасибо. Мадоян Вагаршак-Варужанович, заведующий кафедрой Ереванского государственного университета архитектуры и строительства Республика Армения. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые гости. Мне, человеку того поколения, который сформировался в период общего нашего Великого Отечества, конечно, дико то, что происходит в некоторых уголках нашей Родины. Поэтому, Владимир Владимирович, большое вам спасибо за вашу мобилизующую политику и за то, что вы поддерживаете людей, которые верят в вашу веру. Большое вам спасибо. И за награду. Хосе Луис Чека Понсе, художественный руководитель театра-студии «Балаган», Королевство Испания. Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, прежде всего, позволите мне выражать мое имя, имя моего испанского народа, на же самое искреннее завозливание и основа поддержки семян, которые потерпели близких в катастрофе Айребуса-321, направляющего в Санкт-Петербург. Я не мог себе представить, будучи студентом ГИТИСа, который между репетициями любовался стенами и дворцами Кремля, что в один прекрасный день в этих стенах я буду достоин такой большой чести получить от президента России такую выдающую награду, как медаль Пушкина. 335 лет прошло, и моя любовь к той великой стране, к ее народу продолжает растить и укрепляться через мою художественную деятельность как личность актера и режиссера моего театра-студия «Балаган». Получая эту медаль, которая является одновременно честью и огромной ответственностью, я хочу вспомнить, что великие идеалии освещены произведения наших поэтов русских, Пушкина, Лорка, Мачадо, Испанцы, заключаются в том, что и построить образ свободного и более справедливого человека. Их слов, их душа, их поэзия – это зеркало, в котором молодые творцы должны увидеть плоды нашей посемнительной работы, честность и свет, который освещает ему невежество, фанатизм и барбарство. Наконец, я не хочу, не могу забыть двух моих любимых учителей. Ангела Гутерреса, художественного руководителя Камерного театра имени Чехова в Мадриде, который вернулся в Испанию, чтобы создать русскую театральную школу и прибыть молодым людям моего поколения непоколевимую любовь к театру России. И, конечно, и мой дорогой, который всегда присутствует в моей работе в качестве актера и театрального режиссера, Петр Наумович Фоменко. Он научил меня, научил меня любить простоту, исправил мои ошибки, и как-то раз, сидя на скамейке на стороне Абате, и, глядя на меня своими глубокими голубыми глазами и светлыми усами, как у казака, он прочитал замечательные стихи Петр Турцев и сказал, «Хосе, умом Россия непонят, Аршина общий не смирит, у нее особенный стат. В Россию можно только верить». Эти строки навсегда остались на моей душе. Я хочу сегодня перед вами, господин президент, заканчивать мою речь словами Дон Кихоты, которые он обращал в Санчо Панса. Поменять мир, Санчо другой, поменять мир, не сумасшествие, не утопия, это справедливость. Благодарю за ваше внимание и справедливость в вашем День Победы, День Единственного народа. Спасибо. Дорогие друзья, позвольте мне еще раз обратиться к награжденным, поздравить их с этими наградами. Мне особенно приятно, что и по своей географии, имею в виду представительства разных стран мира, и по профессиям, это и журналистика, творческая работа в искусстве, это общественная деятельность и так далее. У нас очень разнообразная палитра награжденных. Мы часто повторяем и правильно делаем одну известную истину. Мы говорим о великом русском языке, говорим, часто повторяем это словосочетание, великий русский язык. Так оно и есть. Но, безусловно, величие это достигнуто прежде всего русским народом, народами Российской Федерации, и, конечно, благодаря нашим друзьям, которые продвигают русский язык, русскую культуру во все страны мира, опираясь на как раз те его достоинства, о которых сейчас много было сказано награжденными. Большое вам спасибо за эту подвижническую работу. Благодарю вас.